Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иисуса Новина. И сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. Здесь следующие темы. Смятение Амареев и Хананеев, израильтяне совершают обрезание в Галгале, израильтяне впервые празднуют Пасху в землеобетованной, Иисус Навин и вождь воинства Господня. И начало осады Иерихона. Когда все цари Амарейские, которые жили по эту сторду Иордана к морю, и все цари Ханаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их. Они ужаснулись, и не стало уже в них духа против сынов Израилевых. То есть вот эти цари, эти племена, они могли предполагать, что со смертью Моисея сила покинула как бы израильский народ. Но когда вот это чудо совершается с переходом через Иордан, якобы Пасуху, то они поняли, что да, Моисей покинул свой народ, ушел к Господу, но Господь остается среди своего народа и при Иисусе Навине. Поэтому их сердца от страха ослабели. «В то время сказал Господь Иисусу, сделай себе острые каменные ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, называемом холм обрезания». Обрезание совершалось, как и в Египте, каменными ножами. Мы это видим, когда Сепфора, жена Моисея, обрезала своих детей. Следовательно, здесь указание на очень древний обряд. Но о чем это свидетельствует, второе обрезание? Если человек обрезан, там дальше резать-то нельзя. Речь идет о том, что вот те родители, которые легли костьми в пустыне, они действительно были маловерные. И они даже не позаботились обрезать своих детей. И если Бог хотел Моисея в свое время умертвить за то, что он не обрезал своих детей, то поэтому они тоже не просто так легли костями в пустыне. Потому что то, что они делали, это было недопустимо. Ведь жизнь в пустыне – это всякие опасности. Если ребенок не обрезанный, то он как бы не принадлежит народу Божию. «И сделал себе Иисус острые каменные ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания». Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые, вышедших из Египта, не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. «Весь народ, вышедший из Египта, мужского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по исшествию из Египта». Весь же вышедший народ был обрезан. То есть в Египте обрезание было, а вот в дороге не было обрезания. Хотя там были очень длительные стоянки, и можно было совершать обрезание. Кстати, есть действительно такой закон в еврейском народе, что в пути лучше не совершать обрезание, потому что, мало ли, какая-то инфекция будет занесена при этом. «Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути после того, как вышли из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевы 42 года ходили в пустыне, потому многие не были обрезаны, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь склятвая обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед». То есть это была дополнительная вина на этих людях. Сначала они усомнились в могуществе Бога и отказались пойти в землю обетованную, хотели вернуться назад в Египет, а потом, хотя и двинулись в направлении обетованной земли, они не озаботились тем, чтобы дети вступили в завет обрезания, бритмила. Это очень важный завет, ветхозаветные времена, потому что сказано, «Та душа, которая не будет обрезана, она истребится из народа». Обрезание, кстати, преобразовывает собой крещение. Об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам. Значит, крестить совершенно необходимо не только взрослых, но и детей, так как обрезывали в восьмидневном возрасте. «А вместо них, то есть вместо тех, которые легли костями в пустыне, воздвиг сынов их, сих обрезал Иисус, как общий отец, их духовный отец, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившихся на пути, не обрезывали». То есть, с одной стороны, это было не родение родителей, а с другой стороны, боязнь, как совершить обрезание в дороге. «Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел». То есть, требовалось время оставаться в стане до выздоровления. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское». То есть, Господь считает, что те, которые отказывались от обрезания, это такое влияние Египта. Поэтому Он и говорит, ныне я снял с вас посрамление египетское. Хотя в Египте-то тоже обрезали, но некоторые могли воздерживаться. Почему и называется то место Галгал даже до сего дня. То есть, произошло снятие поношения. Далее рассказывается о том, как израильтяне впервые празднуют Пасху в земле обетованной. «И стояли сыны Израилевы с Таном в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведения земли сей опресники, сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день, после того, как они стали есть произведения земли, и не было боли и манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Хананской». Кстати, и мы, братья и сестры, не всегда будем причащаться телу и крови Иисуса Христа. Господь сказал, «Сие творите мое вспоминание, когда, то есть доколе, я не приду». И некоторые отцы говорили так, о вечности мы будем с благодарностью вспоминать и с трепетом каждое причастие, которое пережили на земле. Потому что ангелы, небожители, они удивляются, когда мы причащаемся тела и крови. И мы, когда будем в небесном Царстве Божьем, уже не сможем причащаться. Таким образом, по благодати Господь как бы уравнял жизнь здесь и жизнь там. Потому что в святых дарах нам дается больше, чем что-то сокровенное. Это такое общение с Богом, которое только и доступно для человека. На пределе возможности человека воспринять такое общение. И так манна перестала падать с неба, и она сохранялась только в сосуде, который лежал в ковчеге. Далее. Иисус Навин и вождь воинства Господня. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек и в руке его обнаженный меч. Здесь слово «человек», конечно, надо взять в кавычки. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Почему он так себя ведет? Потому что очень важно различать свой и чужой, чтобы не обмануться. И в этой жизни нам важно понимать, кто свой, кто чужой. И детям прививать иммунитет для распознавания свой и чужой. Потому что в Писании сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы. «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». То есть пришел с неба. Это ангел Божий. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, «Что, Господин мой, скажешь рабу своему?» Мы видим, что Иисус Навин с величайшим почтением относится к ангелу. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. То есть ангел, он освящает землю, где происходит его явление. А что происходило с Ирихоном? Ирихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него и никто не входил. Сказание о явлении вождя воинства Господня, объясняют ученые-экзегеты, означает, что взятие Ирихона будет исключительно делом промысла Божия. А воинством Господнем именовались ангелы. Об этом можно прочитать в Бытие 32.1.2 и Псалтирь 102.20. Отсюда наименование Бога. Господь называется Саваоф, что означает Бог воинств, ангельских воинств. Поэтому это явление ангела, казалось бы, ангел ничего не говорит, на самом деле это было явление, чтобы укрепить Иисуса на винах мысли, что Бог поможет через ангелов одолеть этот могучий город Иерихон. Итак, мы сегодня читали пятую главу этой книги. В следующий раз будем живы, Господь позволит, будем читать шестую главу. Иерихон. 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 Иерихон.